Поварское дело Специфику и структуру деятельности предприятий школьного питания Требования техники безопасности, санитарные нормы и правила Это и не только школьные повара Под четким руководством своего куратора проговаривают на утренней планерке Вот у нас бригада 7 человек Вот мы заходим, мы делаем все Начиная от завода тесто, мясо, полуфабрикаты, готовка гарнира Мы все это целый день Потому что поток идет перемена за переменой Это каждой перемене 45 минут готовка, накрывка, готовка, накрывка Все делаем, целый день Елена Степанова работает с едой больше 20 лет Со студенческих лет девушка начала покорять эту профессию И по сей день искренне ее любит Я работала и поваром, работала кондитером Потом поставили за в столовой На таком оборудовании, которое сейчас у нас, очень удобно и хорошо Люблю свою работу за нужность Что мы нужны Все вопросы ребятишки решают здесь, у нас Даже когда у них уроков нет, они все у нас находятся Среди сотрудников комбината школьного питания «Глобус» есть и призеры профессионального всероссийского конкурса «Кулинарные батлы» «Лучший школьный повар» Где в одном месте встретились лучшие повара России от Якутии до Калининграда А это 64 региона страны Кстати, показывать хороший результат удается во многом благодаря постоянному профессиональному росту На предприятии регулярно проводят обучение и курсы повышения квалификации Молодым сотрудникам, которые приходят к нам на работу Это очень хорошая возможность получить хорошие базовые знания Плюс дополнительно получить знания с точки зрения Роспотребнадзора С точки зрения САНПИНа, с точки зрения требований к школьному питанию Потому что школьное питание – это особенное искусство Один из главных аргументов – это карьерный рост Повар никогда не бывает голодным Надо забывать об этом Поэтому это тоже немаловажный фактор Есть возможность поработать с разными продуктами питания Попробовать, соответственно, многие продукты питания Есть возможность развиваться Один из главных поставщиков профессиональных поваров – Академия гостеприимства Здесь обучается более трех тысяч студентов Из них почти тысяча учатся на будущих поваров В детстве я увидела шоу «Кондитер» И там был ребят Акзамов И у меня прям желание загорело, что я хочу такой же быть, как и он Хочется очень сильно это съесть Но ты понимаешь, что самое лучшее людям Мне нравится изобретать что-то новое, придумывать Творческая достаточно профессия Возможно, среди этих юных поваров вырастет новый сотрудник комбината школьного питания И, как говорил Бенджамин Дизраэли, секрет успеха в постоянстве цели Все эти ребята спят и видят, как они станут профессиональными поварами И будут нас радовать своим творческим подходом к изготовлению блюд